Здравствуйте! Я от всего сердца приветствую вас на нашем сегодняшнем богослужении. Вопрос о власти и полномочиях Иисуса снова и снова всплывал, когда Он вершил Свои деяния. Поэтому, когда Он выгнал из храма торговцев, первосвященники и книжники, а также старейшины, спросили Его, кто наделил Его такими полномочиями. Но вместо ответа Иисус задал им встречный вопрос. С первого взгляда кажется, что тем самым Он убежал от ответа. Но если мы прочитаем эти строки внимательнее, мы увидим, что Иисус все-таки ответил на их вопрос, а именно рассказал притчу о винограднике. Как понимать смысл этой притчи, мы узнаем сейчас. Давайте сейчас встанем и прочитаем стихи с первого по девятый из двенадцатой главы Евангелия от Марка. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую, и выкопал тачило, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился им, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием, и опять иного послал, и того убили, и многих других, кто убили, кто убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградаря сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет нашим». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Скажите, так что же сделает хозяин виноградника того? Придет и придаст смерти всех этих виноградарей, и отдаст виноградник другим людям. Аминь. Можете присаживаться. Давайте сейчас вспомним, что это была последняя неделя перед смертью Иисуса на кресте. В воскресенье он въехал в Иерусалим, в понедельник была история со смоковницей, а во вторник они снова проходили мимо смоковницы. На этой страстной неделе Иисус поселился в Вифании у Марии, Марфы и воскресшего Лазаря. Там он провел свои последние дни. Авифания была пригородом Иерусалима. Оттуда была пешеходная дорога до Иерусалима длиной в два с половиной километра. Он ходил по ней в Иерусалим и вечером возвращался назад. Ранее мы прочитали о том, как Иисус очистил храм от торговцев. Это было его второе очищение храма. И вот наступило утро вторника, и Иисус вместе со своими учениками снова отправился в Иерусалим. Они снова прошли мимо проклятой им смоковницы и обнаружили, что она засохла до самого корня. Затем они пошли дальше, в Иерусалим. Они снова пришли в храм и встретили там несколько первосвященников и книжников. Они увидели Иисуса и его учеников и тут же вспомнили о вчерашнем очищении храма. После этого они подошли к Иисусу и спросили, «Откуда у тебя полномочия это делать? Кто дал тебе власть решать что-то в этом храме?» Или, как бы я сказал, творить такое. Об этом мы можем прочитать в предыдущей главе. Иисус же ничего им не ответил, но он сказал им, «Я не отвечу на ваш вопрос, откуда у меня эта власть? Вы не назначали меня». Это правда. Я не ваш священник, но все же у меня есть определенная власть. Но откуда она у меня, я вам сейчас не скажу. Это вы должны ответить мне, что вы думаете об Иоанне Крестителе. Эти богословы, разумеется, знали, что если сейчас они ответят ему, что Иоанн Креститель пришел с небес, они признают свою ошибку в том, что ранее они попрекали его. А если бы они ответили, «Иоанн Креститель — это обычный человек, его не посылал Бог», им бы пришлось опасаться протеста толпы, которая была твердо убеждена в том, что Иоанн Креститель был величайшим пророком. Поэтому этим людям пришлось уклониться от ответа на вопросы Иисуса. Они сказали, «Мы не знаем, кто такой этот Иоанн Креститель». И тогда Иисус сказал им, «Ну, раз так, то тогда и я не отвечу вам, откуда. У меня полномочия и власть». Но, дорогие прихожане, в итоге Иисус все-таки ответил на их вопрос. И ответил он на него этой притчей. Эту притчу Иисус рассказывает с явной ссылкой на пророка Исаиум. Если мы обратимся к книге пророка Исаиум, мы увидим, что Иисус цитирует сказанное там буквально дословно. Давайте сейчас прочитаем эти слова. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. «И он обнес его ограду и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Итак, Иисус цитирует сказанное в Ветхом Завете в Евангелии от Марка. А вот что сказал Иисус. «Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую и выкопал точило и построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился и послал в свое время к виноградарям-слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Здесь мы видим, что Иисус был связан с Ветхим Заветом и его притчи основывались на этой книге. Кого или что имели в виду Исайя и Иисус, когда говорили о винограднике? Исайя в своей книге чуть позже дает нам ясный ответ на этот вопрос. Он писал «Виноградник Господа Саваофа» «Есть дом Израилев, им уже Иуды, а любимое насаждение его, возлюбленный Богом Израиль, это его виноградник». Именно об этом и говорится в притче, которую можно прочесть в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки. Это Богу принадлежит сей виноградник, он доверил заботу о нем арендаторам или управляющим, которые по договору должны были отдавать Богу его долю урожая. Этими арендаторами были первосвященники и книжники, то есть религиозные лидеры Израиля. Они должны были учить Божий народ Божьему Слову, направлять его в его таинствах и обеспечивать его духовно, вести его к жизни во славу Господа. Они должны были следить за тем, чтобы Израиль, виноградник Божий, приносил плоды своему Богу. Но эти его друзья, эти первосвященники и книжники не работали на винограднике во имя Бога. Они работали там только для себя. Они искали почести для себя, злоупотребляли служением поклонения Богу, чтобы выстроить свою собственную силу и поработили людей своими собственными уставами. Но раз в год, как это, видимо, было оговорено в договоре, владелец виноградника посылал одного из своих людей во время сбора урожая, чтобы получить свою долю. Но что же сделали арендаторы в первый раз? Они избили посланного услугу и отправили его назад с пустыми руками. Вместо того, чтобы ответить на это соответствующим наказанием, например, отняв винограднику преступников, представьте себе ситуацию. Есть некий арендодатель, я сейчас пользуюсь всем нам известной терминологией сферы аренды жилья, арендатор, который избил человека, которого арендодатель послал к нему за платой за квартиру. Лично я бы в такой ситуации призвал к закону и порядку, но владелец этого виноградника, Бог живой, так не поступил. У него было просто невероятное терпение. И он снова решил действовать по любви. Но со вторым слугой эти арендаторы обошлись еще хуже. Они побили его камнями, ударили его по голове и отпустили его с бесчестием, как выразился Иисус. И снова владелец виноградника отреагировал на такое мягко и послал к ним своего третьего работника. Мне интересно, что кто-то вообще был готов туда пойти после этого. Потому что с третьим слугой они обошлись еще более жестоким. Они просто убили его. Но владелец виноградника так и не сделал соответствующих выводов, а продолжал действовать с бесконечным долготерпением. И вот что мы читаем в Евангелии от Марка и многих других то били, то убивали. То есть мы не знаем, сколько именно людей было там убито в целом. Они хотели забрать долю причитающуюся их хозяину, владельцу виноградника. Арендаторы думали, что могут продолжать в том же духе, не ожидая какой-либо серьезной реакции со стороны владельца. Некоторые люди поступают так и сегодня. Они действуют против Бога. Они грешат против Него. Они ведут себя непослушно. Они бьют Его, Его служителей прямо в лицо. Они противоречат Ему, хулят и проклинают Его. Они прелюбодействуют. Они пренебрегают Его заповедями. Они ни во что не ставят Его. Хотя они и знают, что они принадлежат Богу Живому. Но, друзья мои, посмотрите, какое продолжение у этой истории. Однажды исчерпается и Божье долготерпение, с которым вам не стоит играть. Те арендаторы думали, что могут проделывать с такой раз за разом, не ожидая какой-то серьезной реакции со стороны владельца виноградников. И о чем же говорит Иисус далее? О многих пророках, которых Бог на протяжении всего Ветхого Завета посылал в Израиль. Свой виноградник, который снова и снова проповедовали развращенным начальником церкви его праведных притязаний. Сам Иисус однажды резюмировал это словами, которые вам прекрасно известны. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Снова и снова Бог посылал в Израиль своих верных слуг с великой добротой и долготерпением, которые снова и снова вызывали Его Слово и Его вечные таинства в памяти избранных им людей. Эти пророки снова и снова призывали Израиль к покаянию и обращению в веру. Но вместо того, чтобы прислушаться к Божьим посланникам, люди очень грубо с ними обращались. Каким было послание всех этих верных посланников Бога? И как отреагировал на это Израиль? Все это хорошо выражено в книге пророка Иеремии. Бог постоянно говорит через своих пророков. И вот что сказано у Иеремии. Слушайтесь гласа моего. Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. Позже Стефан в деяниях святых апостолов сделает те же самые выводы, что Иисус сделал в своей притче. Он выразил это такими словами, будто отвечал перед Синедрионом. Вот что он сказал. Вы знаете, что позже его побили камнями, жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков, вот они, эти слова, кого из пророков не гнали отцы вашим, а не убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. И как же отреагировали на это эти высокопоставленные лица, вы знаете об этом благодаря Стефану. Слушаясь я, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя за город, стали побивать его камнями. Дорогие прихожане, дорогие мои друзья, следует спросить Бога, сколько еще ты будешь подобное терпеть, насколько хватит твоего долготерпения. Если мы обратимся к истории нашей страны и нашего народа, нам следует спросить друг друга о том, как часто Бог призывал нас к себе и сколько чудесных слуг Он посылал нам. И это происходило не только во времена реформации, сколько говорящих о пробуждении проповедников, сколько отцов веры было в Германии. Бог послал нашему народу просто прекрасная церковь, процветающая церковь, пробуждающие церкви и приходы, мы прошли через войны и страдания, не слушая и отвергая его посланников одного за другим. Сегодня церкви закрываются, сегодня они овдовеют, больше там нет Слова Божьего, и посланных пророков убивают. И разумеется, эти вопросы касаются каждого из нас лично. А именно, что вы делаете с Благой Вестью? Что вы делаете с Библией, которая была дарована вам и обращается к вам лично? И что же в результате сделал владелец виноградником после столь полного отвержения его арендаторами? У него остался всего один посланник, который был его сыном. И что же? Неужели он пошлет его? Неужели ему придется умереть? на его месте я бы стал молиться? Боже мой, не надо, не делай этого. Уже достаточно человек убили. Они не побоялись бы убить и его. У них не было никакого человеческого уважения. У них были только их безбожные сердца. Они не знали своего спасителя. Они потакали только своей греховной похоти. так что же сказано в притче, которую мы рассматриваем сегодня? Послал ли владелец виноградника, несмотря на предыдущий негативный опыт общения с этими арендаторами, к ним своего сына или нет? Неужели владелец виноградника после всего этого еще осмелился послать туда своего сына? Мы знаем, что так оно и было. Иисус рассказал нам эту историю. И мы видим, что эта притча имеет не только эпохальное значение. У нее есть и значение священной истории. Эту притчу понимаешь, если рассматриваешь ее в контексте вместе со всем священным писанием. И вот что говорит Иисус в Евангелии от Марка. «Имей же еще одного сына, любезного им, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет нашим». Кто же подразумевался под этим сыном? Им был тот, кто совсем недавно стоял перед книжниками и фарисеями. Кто же это был сын, перед ними стоял сам сын Божий. Он говорил, «Сколько вы убили, со сколькими вы плохо обошлись? Я буду последним перед фарисеями и книжниками в храме», стоял сын Божий. И говорил им эти слова. Сын, о котором говорил Иисус, стоял перед ними. Пророки много раз говорили о нем. Последним из них был Иоанн Креститель. И вот перед ними стоял сам сын владельца виноградника. Вот откуда у него были полномочия, о которых они спрашивали. Это был сын Всевышнего? И что же поняли они из этого? Признали ли они его? Нет? Они даровали ему всего лишь день жизни, когда он пришел на свой же виноградник. Всего один день. В тот день был вторник. И уже в четверг вечером в известном саду они схватили его, побили его, замучили его, и в пятницу на той же неделе они убили его. его, у меня просто нет слов. Это притча, в ней Иисус обращается к этим людям, к этим набожным религиозным лидерам, он пытается объяснить им, что происходит, но они ничего не понимают. Да смилостивится над ними Бог. Но в этот раз это имело последствия. Поскольку в притче Иисуса был убит и сын, Господь сказал такие слова, что же сделает хозяин виноградника, что же он сделает после такого, придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Вы это слышали? Именно это и произошло чуть позже. Всего несколько лет спустя, после четырех лет осады, войска императора Веспасиана захватили Иерусалим и разрушили не только храм, но и всю религиозную систему иудаизма. И по сей день, мы это прекрасно знаем, храм так и не выстроили вновь. С тех пор больше не было священников и соответствующих богослужений. С тех пор больше не было никаких левитов, никаких саддукеев, никаких фарисеев и никаких первосвященников. Вся система рухнула. Никто не должен ошибаться, ибо Бог не позволяет насмехаться над собой. Кто нападает на Божий виноградник, тот нападает на его зеницу ока. Бог долго терпит, но когда-нибудь кончается время и его терпения, Бог терпелив и не сразу начинает гневаться. Но однажды приходит время, и Бог начинает действовать по своей справедливости. Давайте не забывать об этом. У этих людей забрали виноградник, и кто же получил его? Кем же были эти другие, о которых говорил Иисус, и которые получили виноградник? Кем же были новые управляющие виноградника, его новые администраторы? Ими были ученики Иисуса, о которых мало упоминается в Новом Завете, апостолы Нового Союза. Это были больше не богословы- книжники, а простые рыбаки, ремесленники и мытари из Галилеи. Это была группа избранных учеников, которые любили Сына Божьего. Именно к ним и перешел сей виноградник. Они стали его новыми администраторами, новыми арендаторами, которым владелец виноградника доверил то, что было у него, а именно церковь. И это владение, этот виноградник, в конечном счете состоял из обоих благословенного остатка Израиля и спасенного народа из числа язычников. Этим виноградником была церковь Иисуса, искупленная кровью. Израиль Божий, как назвал ее в одном из своих посланий Павел. И горе тем, кто решит напасть на эту церковь. Горе тем, кто захочет заново распять Христа. Однажды эти люди тоже подвергнутся суду, как первосвященники и фарисеи. И мою просьбу к вам и ко мне самому я хочу выразить словами из псалтыря. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него, так сделайте же это во имя Иисуса Господа вашего, ибо Он спас нас. Давайте сейчас все скажем Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова